Самарские новости спорта МБА в чемпионате Суперлиги матч проходил с переменным успехом. Сначала лидерство захватило Самара, середина поединка прошла в равной борьбе, что и отразилось на табло несколько раз, равным счетом. Все решили последние 26 секунд четвертой четверти, когда волжане вели в одно очко. Голевую инициативу взял в свои руки Даниил Синегубов, забросив в корзину победные мячи. 74-69, триумф Самары и клуб с шестого места поднялся на пятое. Лидер чемпионата страны Новосибирск. Следующий матч волжане сыграют в Ижевске в рамках 1-8 финала Кубка России против Купола Родники. Две медали завоевали самарские тэквондисты на чемпионате России. В Москве Вячеслав Минин занял второе место. В финале он проиграл Арману Игралиеву из Астрахани. Бронзовая награда нашла Рафаэля Аюкаева. В его весовой категории чемпионом и серебряным призером страны по тэквондо стали братья из Иркутска Олег и Роман Кузнецовы. Кубок Китая под дзюдо выиграла Анастасия Конкина серебро у Ислама Ешуева и Марии Персидской. В Цендао за награды боролись полторы сотни спортсменов из 15 стран. В составе сборной России было и четыре самарских дзюдоиста. Наибольшего успеха добилась Конкина на пути к гран-при. Анастасия весовой категории 57 килограммов положила на обе лопатки спортсменок из Китая и Таиланда. В этом сезоне Конкина выигрывает второй гран-при. Месяц назад она стала чемпионкой в Ташкенте. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok